Приветствую всех, кто смотрит, это код от Empire Total War, ой, не легендарный, максимальный уровень сложности, легенды тут-то нету, за Российскую империю без мирных переговоров, ни с кем не заключая мирных переговоров, если уже была объявлена война, вне зависимости от того, кем. И в прошлой серии я подготавливал высадку в Швеции, посмотрите на вот этот вот пердомонокль, искусственный интеллект что-то меня троллит, меня аж все подтупливает из-за этого, хотя как бы с памятью у меня, с видео и с обычной все в порядке, плюс SSD, но тем не менее, такие вот подставы от него. Также я освобождал здесь земли от турков, то есть, ну, по сути, бью им по казне, отдаю это все дело Дании моим союзникам, к сожалению, к сожалению, Дания потеряла Копенгаген, несмотря на то, что я периодически здесь перекрывал проход своим флотом, но мне необходимо было рушить вот эти порты, чтобы они не строили корабли шведы, и поэтому, хотя они, конечно, здесь могут построить, но здесь они только всякое говно могут построить, типа бригов, шлюпов там и так далее. Хотя здесь тоже несерьезнее, но все равно, как бы не хотел с ними разбираться, вот, и забрали они Копенгаген у Дании, поэтому получается, что я сейчас со шведами практически один на один остался, потому что ближайшие шведы находятся в Рикьявике, в Исландии, и они оттуда вряд ли приплывут. У них, конечно, где-то корабль еще плавал, и где-то была армия, но я так предполагаю, что... А, нет, вот, Дания союзники, смотрите, у них здесь какие-то огрызки еще есть, то есть, в принципе, это не то, чтобы шведов сильно задержат, потому что у шведов, я так понимаю, армии дофигища, и они, возможно, уже в мою сторону выдвинулись. Да, Господи, дай-то мне двинуться. Вот, но какую-то... какую-то роль это сыграет, по крайней мере, оттянет на себя силы на ход, на два, может быть. Очень много у них линейной пехоты, смотрите, практически все покоцано, они-то не чинят пока, но все равно это... ну, это целый стэк практически, и где-то в темноте у них еще должен быть стэк или больше, потому что, ну, было-было. Было у них. Здесь я трачу деньги на починку, в Финляндии здесь железные рудники всякие разные, и вообще, как бы я в инфраструктуру не так много вкладывал, как вы видели, то есть, буквально по крошкам, по крошкам. Здесь я ставлю монастырскую школу, ну, во-первых, у меня здесь уже стояла церковь, и я ее просто развиваю. Мне нужен еще недагент, я, возможно, возможно, в будущем здесь ее и снесу, так как у меня в Москве православие 100%, но мне нужен агент, а здесь свободных, как бы, мест, где я могу поставить еще школу, ну, вот, если только в Грузии, но, как бы, не помешает. Я и здесь могу церковную школу бахнуть, и там, то есть, мне агентов надо больше, реально, потому что у меня земли сейчас будут прибавляться, исламские, в том числе, вот, Чечня, Дагестан, здесь ислама куча, сюда тоже бы неплохо бахнуть. Побольше православия, да? Кстати говоря, если я налоги сниму, то у меня даже деньги какие-то пойдут. Но 81 это ни о чем, поэтому оно того не стоит, пускай лучше Дербент развивается, еще одна деревенька. Вот, поэтому пускай пока так. Как бы, на этом, наверное, все. Ну, да, еще вот в Турции я хотел рассказать. Поначалу моя армия выдвигается к Афинам, Греции, буду брать, наверное, себе заберу, оставлю эту армию здесь. Я, конечно же, боюсь, что Венета на меня нападет, но я постараюсь с ними заключить какие-нибудь договорать, и потом оправлю прохода, что-нибудь такое, то, что оттянет войну. Ну, и плюс, если я в Афинах поставлю стены, блин, жалко, что, конечно, турки не построили стены, это было бы здорово. Поэтому мне там стоит поставить еще одну пушку. Вот здесь оружейный завод есть, я могу даже делать полупушки, могу делать пешую 18-футовую артиллерию. Но мне полупушек, в принципе, вполне хватит для обороны. Посмотрим, что дешевле. То я со стенами вообще запросто оборонюсь. Ну, вот так же, как Румеля сейчас, когда она у меня вся раздолбана, я ее не чиню специально, потому что все равно ее разломают какие-нибудь бунтовщики или придут вот эти чмошники, разломают. Я держу ее и просто отбиваюсь от всех подряд, от бунтовщиков, от огрызков вот этой вот армии, которой нету просто шансов где-то восстановиться или наняться. Также флот мой стоит, перекрывает Босфор и не дает с этой стороны напасть туркам. Турки беспокоятся по поводу этого фронта, где я Тбилиси взял, но я пока не планирую брать Армению, потому что пускай они ее отстроят. Вот они сейчас поместье строят, потом, может быть, они бахнут здесь стены. Для меня стены это не проблема, я своей артиллерии запросто возьму город со стенами, у меня три пушки. Поэтому пускай себя отстраиваются, они на меня нападут, я их убью, но я думаю, они засут. Ну, а может и нет, короче, это вообще не важно. Поэтому я пока не рашу, мне нужно в Тбилиси сохранять какой-никакой порядок. Здесь даже Батуми вон исследуется. В смысле, ну, Батуми растет. Сколько, кстати, денег дает мне Грузия? 420 монет, вот неплохо, поэтому здесь налоги я отменять не буду. Здесь Королевский дворец уже стоит, это все грузины отстроили для меня. Какие молодцы. Так, ну и несколько монеток я вложил во всякие фермы, их тут немного, но тем не менее. Агенты движутся к своим местам пребывания. Мой ученый в Нижний Новгород, к моей школе, исследуется у меня на данный момент втульчатый штык. Погнали! Так, кроме шуток, это уже становится не весело. Я реально 5 минут ждал, пока походит Швеция. То есть я успел сходить чаю, налить себе, согреть. Включил уже ноутбук, начал там что-то смотреть. И тут он наконец-то прочухался и побежал дальше. То есть вот это вот, то, что случилось там со Швецией, оно реально очень сильно тормозит мою игру. И бьет по морали. Компьютер 4. Так, ладненько, это напали мятежнички. Я, пожалуй, вырежу этот бой, потому что, сами видите, да. Но играть буду сам, потому что какие-то нелепые потери на авторасчете мне совсем не нужны. Я лучше хочу... Ноль потерь, вот что я хочу, ноль потерь. Да, погнали. Один какой-то говнюк споткнулся, я не знаю. Мне даже не дали продолжить и догнать никого. То есть я не понял, в чем дело, то ли они сейчас умрут все. Нет. Мне не дали никого догнать, это очень странно было. Так, 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 так. Что-то построилось хорошо. Эдуард Комар, умел в обороне. Очень хорошо, молодец, хороший мальчик. Так, что у меня по поводу порядка. Ну, ничего пока не меняется. Видите, у меня тут сопротивление оккупации и вовсе идет. Кстати говоря, оно не уменьшается потихоньку, но очень медленно, очень медленно. Мне кажется, микрофон далеко как-то меня напрягает. Так лучше гораздо. Такс, ну что ж, продолжаем. Давай-ка Грецию. У меня требование капитуляции. Отлично. И, блин, почему все разрушено? Что за фигня? Мне нужно здесь укрепление, конечно, построить обязательно. Что касается порядка, вроде бы, если я отключу, ну, более-менее, более-менее. Но мне нужно обязательно вот этого чмошника шлепнуть. Не получается, второй раз подряд не получилось. Потому что он здесь пропагандирует религию, а это как бы, ну, портит, портит мне. Вот эта штука что дает? Подержание порядка, да? Давай попробуем починить, сколько это стоит. Не так что и дорого, на самом деле. Починим. Школа каллиграфии что дает? Вот тоже, да, порядок. Отлично. Сколько стоит? Вообще копейки стоят. Давай я все починю. Потому что если будет бунт, он что-нибудь из этого разрушит. И вероятность, что он разрушит резиденцию либо школу, меньше становится. Вот. Поэтому давай починим все. Если я шлепнул имама, то будет замечательно. Какие... Ты у нас тут нанимаешься? Что-то не очень. Бомжей каких-то нанимает только. Так, гонять за вот этими вот крестьянами я не буду. Черт с ними. Вот эти ребятки, я не знаю, куда пойдут. Ну, пойдут сюда, здесь получат. Пойдут туда, там получат. У них как бы выбор-то небольшой. Хотя, если они пойдут на Афины, наверное, они... Ну, у них больше шансов. Хотя здесь вот нулячая армия, на самом деле. А здесь покоцанная. Вообще. Да, у меня произвелась еще длинная пехота. Ну и все, наверное, здесь я больше производить пока не буду ничего. И так все хорошо. Далее, самый главный театр действий у меня сейчас это шведы. Ох, сейчас опять начнется вот это вот все. Так, разрушаем. Разрушаем. Пока вообще не видно, где у них там войска. Давай, я пока все равно не успеваю, поэтому... Можно... Немножко разведать. Нет, ничего не удалось узнать. Здесь зато я вижу, что все уже. Датчан нету. Датчанам полный кирдык настал, по всей видимости. И, возможно, уже армия куда-то поперлась ко мне. Ну... Это всегда пожалуйста. Я на следующий ход планирую высадку. Так, и... Раз уж у меня есть еще ход, еще одну пушку сделаю, кстати. Что у меня с кавалерией? Не очень, да? Давай еще каву. А-а-а... Я могу либо каву, либо пушку. Ладно, лучше пушку тогда. Лучше тогда пушку. Меня очень волнует, где шведы, на самом деле. Они могут уже идти ко мне. Но им нужно будет... Нет, не знаю, здесь видно. Нет, здесь не видно. Я вижу только здесь. Если они здесь, им нужно будет раз, два, где-то только хода, чтобы дойти до моей территории. Я могу уже за это время Штокгольм взять, на самом деле. Блин, паника здесь еще пропаганит. Видите, мне вот нужен еще... Еще агенты нужны, чтобы все это дело шлепнуть. Консерватория, кстати, добавляет агентов таких? Нет. А что добавляет? Черт, кто знает, я не помню. По-моему, что-то из консерваторий. Ты кто? Восточный ученый. Так, у меня есть денег. 1971. На что это лучше всего потратить? Наверное, все-таки на что-нибудь инфраструктурное. Да, кстати говоря. Продолжаем. Движение. Кстати, если придут эти ребятки, то мне бы очень сильно помогли укрепленные вот эти вот ребята. Стены. Очень сильно бы помогли. Это с одной стороны. А с другой стороны нужны и пушки, и пехота, и вообще. Но я рискну, и на этот ход не буду ничего нанимать. Вот рискну. Давай-ка я лучше займусь фермами, которые достаточно дешевые. Их уже пора бы давно построить. Так, это 500. Есть что-нибудь за 300? Да, в принципе, и 500 тоже подойдет. Потому что вот этот всего оборот я еще даже не исследовал. Ну, как бы, а смысл его исследовать, если я еще не полностью огораживание построил. Какое у меня, 600 монет осталось, да. Здесь строится, здесь строится. То есть, когда построю везде огораживание, нам можно будет изобретать себе этот самый. Давай церковную школу, раз такая жара пошла. Не нужно больше агентов. Иначе я поимею проблем потом с этим всем. Так, здесь вроде все отстроилось. Ну, у меня, в принципе, 171 монета, поэтому особо шиковать не приходится. Вражеского флота я пока нигде не вижу. Можно попробовать поехать починиться, но мне на починку... 29, 66, 112, 178. То есть, вот этот брик я даже починить не смогу. Сидите здесь, короче, ребята. Обойдетесь. Или нет? Черт, кто знает, слушай. Я могу, в принципе, вот сюда, вот, наверное, здесь могу починиться. Давай попробуем. Ой, блин. Почему я один корабль только отправил? Давай-ка все корабли. Ну, вот, починим то, что можно починить. И нужно замириться с Венето заранее. Пока они на меня не напали, потому что отморозки еще те. Сколько я помню, всегда нападали. Так. Предлагаем торговлю. Ясно. Давай право прохода. Та-та-та-та-та-та-та-та. Ясно. Тоже, короче говоря, они хотят только на уступки идти. Ну, давай право прохода. Я тебе дам право прохода бесконечно. Ты мне дашь на 10 ходов. И торговлю. О, отлично. Отлично. Мы с ними заторговали. Право прохода. Это вот в этой игре что-то вроде такого пакта о ненападении получается. Плюс я получаю торговлю с ними. Насколько монет, интересно говоря. Давай посмотрим. Блин, с Маратхой, короче, их турки наглухо блокируют. Но это очень далеко плыть надо за ними. Можно с Маратхой, кстати говоря, разорвать торговое соглашение. Потому что, видимо, нет смысла. На 500 монет. Давай я с Маратхой разорву. Потому что я просто отдаю все деньги туркам. И как бы зачем такое симпатия. Разрыв торгового соглашения. Вот. Равнодушие. И Испания у меня рядом со всем. И я увижу, кто там буянит. И, может быть, смогу по сусалам надавать. Но с Францией у меня, наверное, даже будет по... А, нет, все-таки. По сухопутному. Открыть сухопутный торговый путь. Испания тоже сухопутный. Ну, не знаю. Антипатия. Давай попробуем торговлю предложить. Регион Украины хотят. А торговлю? Давай тоже право прохода. Я вам дам 10... О, я вам дам бесконечно. Вы мне 10. Они торгуют с Испанией, да? Да. Не удивить, что я отверг. Сейчас я к Франции еще вернусь. Давайте попробуем с Испанией то же самое сделать. Предлагаем торговлю. Предлагаем право прохода. Я им предоставляю бесконечно. Они мне 10. Неприемлемо. Минус 39, минус 42. Я бы с Испанией все-таки хотел с ними большей вероятности они воюют с Великобританией. Подожди. А Франция воюет с Великобританией? Нет. А я же торгую с Великобританией. Правильно? Да. Поэтому давай с Францией все-таки. Торговля. Проход. Я вам даю бесконечно. Вы мне 5. Да, ты запарил. Давай еще раз. Торговля. Право прохода. Я тебе бесконечно даю. Ты мне нафиг не надо. Обойдусь. Это отморозок. Давай еще раз с Испанией. Право прохода я тебе бесконечно даю. Держи. Торговлю предлагаю. Так. Их требования. Подожди. Ну как бы окей. Я понял. Да. Там технологии и все дела. Торговля-то че? Улучшенные гранаты. Хотят физиократии и общественного договора. Ты не охерел, родной? Бесконечно давай я тебе технологию какую я тебе могу дать. Я тебе могу богинет дать. Хочешь богинет? Дешевая технология. Только давай торговлю. О, давайте даже право прохода все-таки тебе отдам. Но ты мне тоже дашь право прохода. Вот так. Да ты мудак. Кто еще хочет со мной поторговать? Давай посмотрим. Савоя. Понятия не имею. Великая сука держава. Савоя это немцы какие-то или это итальянцы? Итальянцы наверное. Ну-ка. Амадей второй. Хер поймешь. Так Дания кстати. Почему ты со мной не торгуешь? Предложить торговлю. Ты че совсем отморозок? Нет серьезно. Предложить торговлю. Я ему уже. Технологию. Платеж. Предложить. Я ему 30 монет могу дать. Бля мудак. Ладно. Короче идите нахер все суки. Потом поговорим. Ну что я нажимаю конец хода. И тоже вырежу. Как искусственный интеллект будет ходить. Потому что я чувствую опять на Швеции. И это будет надолго. О какая офигенная штука. Швеция еще не ходила. Но ходил Османской империи. Я могу их перехватить. Так как я в Афинах торчу своим флотом. У них здесь гораздо меньше галер. Всего 4 штуки. Шлюп и шлюп. И у меня есть хороший шанс это дело все захватить. Как говорится. А почему нет? Поэтому атака. Встретимся на море. На поле боя. Так. Расставил все. Погнали. Мне очень нравится то что я нахожусь против ветра. Это просто замечательно. Я сейчас попробую сразу занять удобное положение для меня. А естественно вот этих вот ребят всех я управляю. Куда они плывут? Давай. Смотрим. Ну-ка скорость пока побыстрее поставим. И плыву короче говоря на перерез. Ну пока вроде все нормально складывается. Можно немножечко вот так вот даже плыть. Ну сука блин. Ну он короче тоже очень быстрый конечно корабль. Ничего не скажешь. Но все равно по моему я в более выгодном положении. И сейчас мы сблизимся на такое расстояние. Когда я смогу засадить по нему по парусам. По вот этим наддутым. Давай немножко побыстрее. Да. Вроде он сильно курс не меняет. Я даже немного разверну. Так вот рискну как говорится. Есть. Так чуть-чуть готово. И можно перезаряжаться. Я даже немного уплыву. Ой-ой-ой-ой. Да. Он сразу снял у меня одну пушку. Я офигею. У них канониры просто бешеной точности. А, это шлюп. Ну да, он быстрее чем я. Ну ничего. Я думаю что. Затащим все равно. В любом случае у меня кораблей. Хороших гораздо больше чем у него. Поэтому я думаю все будет нормально. Давай, сучара. Стреляй. Мне не нравится, конечно, как по парусам попадаешь. Мне такая дырень посередине. А он все равно плывет как положено. Ну это максималочка, что вы хотели. Давай, родной, давай. Ну стреляй же уже, епа мать. Так, вот. Вот теперь я его замедлил хорошо. Отлично. И разрываю дистанцию. Пока что перезарядка идет. Отличненько. И можно разворачиваться еще обратно. Давай-ка, побыстрее. Ну, в общем, буду подрезать некоторые моменты. Так, еще залп и сразу ухожу. Оп-оп. Ну совсем чуть-чуть. Ну блин, у меня вот эти, конечно, порванные паруса. Вот тут. Уже должно было все нафиг снести его скорость. Вообще должна была потеряна быть. Ну нет. Даже он движется относительно своего второго корабля более-менее. Это два шлюпа. А я на бригах сижу. Как там мои ребятки? Так, давай, ты пока разрываешь дистанцию. Ты уже разорвал. Давай, поворачивай обратно. Я посмотрю, как мои ребятки плывут здесь. Мне просили попробовать к ниппелям пострелять, к галерам и тоже у них паруса посносить. Давайте попробуем. Сейчас как раз самое время, когда еще. У меня сейчас преимущество по огневой мощи. Я ни капли не сомневаюсь, что победа будет за мной. И в принципе я не очень сильно дрожу своими кораблями. Поэтому давайте попробуем по галерам сшибать паруса на максималке. Что с этого получится. Я на самом деле пробовал в первой битве. По-моему, явно было видно, что с этого получается. Но нет, давайте еще. Почему нет? Может просто не повезло. Так, еще. Вот, 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 вот. Вот это уже хорошо. Уже желтенькое стало, да? Или мне глючит? Ну так, начинает желтеть. Так, пошла жара. Ты, родной мой, останавливайся. Ты. Тоже. Вот тут паруса-то не сильно натянуты, да? Если честно. Че я тут сбивать буду, ептить? Паруса-то не натянуты, ребята. Сбивай, говорит, паруса. Так, че тут? Тут уже край, кстати, карты. Да. Разворачивайся нахер. И плыви вот туда вот. О, блядь. Я, по-моему, застряну сейчас. О, разворачивайся, разворачивайся. Красная линия, блядь. Блядь. Давай, 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 родной. Там плывут маркобесы. Так, ты стой. Ты немножко подвинься. Ты, наверное, вот сюда тоже плыви. Ну и ты сюда. Че там? А эти че-то загрустили совсем, да? Поворачиваться-то будем ко мне, не? Давай вот так вот ставишь. Вот так вот. Красиво так. Если он ко мне повернется, то мало ему не покажется. Даже вот так давай. Смотри. А, вот, все. Че, паруса? О, у этого паруса есть, кстати. Оно. Оно. Так. Давай-ка тоже по парусам. Они все стреляют по вот этому, у которого почему-то с парусами не очень. Бля. Бля, короче. Ну нахер все вот это вот. Бейте сначала вот этого, а потом уже будем разбираться с остальными парусами, не парусами, там и все такое. Что тут у нас? Вы там что себе думаете? Они уперлись, что ли? Ну так давай тогда развернемся сейчас и жахнем. Не, мы не жахнем, потому что... Стой. Стой. Потому что он стоит бортом. Если он к нам не развернется, то нам делать нечего. Там около него. Он начнет по нам тоже стрелять. Давай разбираться, короче, с галерами спокойно. Утонул. Давай разбираться с галерами и разбираться будем книппелями попробуем все-таки. Потому что сейчас вроде они натянули пару всяких свои. И можно попробовать их позбивать. Чтобы, так сказать, ну, не топить их. Блин, как-то далеко отплыл. Развернемся. Так, есть. Мачта упала. Смотрим. И им срать. Потому что эта галера у нее весь весло, понимаете? И на максималке они плевать хотели на этих парусах. Вот так вот. Ребята, не играйте на легких уровнях сложности. Играйте на максималке. И тогда только пишите мне советы. Ок. Даже если вы играли на предыдущем уровне сложности это ни хера не значит. Потому что оно будет работать на максималке. Так, ну что? Ну что, мне у вас оплывать, что ли, блин? О, царика. Залпы идут. Не, ну идут, но так как они паруса все скинули, опять же. А почему я достреливаю, а они нет? Хер знает. Работает, не трогай. Ну вот реально, сбил матч, то ему плевать. Обеспокоен, и все, и плывет себе дальше. У него две пушки есть, которые, блин, по опыту... Эй, ты что, тоже к ниппелями стреляешь до сих пор? Тьфу, блядь. У него две пушки есть, которые по опыту могут просто убить нафиг мой брик, блин. Попадут там куда-нибудь, и все. Потому что это максималка, а не хухры-мухры. Ты стреляешь или что? Давай попробуем немножечко вот сюда вот на нос заплыть. Где тут эта штука? Вот она. Блядь, кажется, это опасно, слушай. Может быть, сзади попробовать? О, блядь. Он поворачивается. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Оп. Оп. Книпель. Книпель. Так, у этого совсем все плохо. Давай-ка сюда. Вот так вот развернешься. И потом дашь еще один залп. Так, максимальная скорость, да? Да. Спокойные потерями они. Как там мой Александр Невский? Уй, пляха-муха. Так, ну этот понятно. Повернись-ка, пожалуйста, к нему. Мне кажется, сейчас должно хорошо зайти. Блядь. И у него тоже. Разрывай дистанцию. Так, вроде бы он передумал разворачиваться, да? Давай немножко разорвем, разорвем, разорвем. Быстрый взгляд. И теперь разворачивайся. Нет, он очень быстро плывет и очень быстро догоняет, потому что это шлюп. Сука. А там тоже, что ли, карта уже конец? О, бля. Мне кажется, придется сейчас в прямую перестрелку вступать. Видишь, он только я бок даю руля, он сразу тоже. Он очень маневренный. Он маневреннее, чем я. Дистанцию я не разорвал. Так. Решительно уступает, бунтует. Нет, ну я все-таки должен развернуться, суцка. Потому что у меня просто выхода нет. Я могу, конечно... Промазал. Разворачивайся, короче. Плевать. Что будет, то будет. Жахнем. Получим залп. Давай-давай-давай. Отлично. Все, пошли. Как там? Попал? Да, я его замедлил. Хорошо замедлил. И он, по всей видимости, не успевает по мне залп сделать. Неа, не успевает. Давай попробуем другим бортом развернуться сразу же. Как-то мои галерки-то живые еще, суцка. Сука. Так, я уже залп сделал и профукал момент. Сейчас он тоже по мне сделает залп. Блядь, я еще и жопу подставил. Ну, как бы выхода нет. А, нет, он развернулся. А что он такой? Я не знаю. Тормоз, по-моему. Давай еще разворачивайся и этим залпом тогда еще. Дай ему Водошелены численностью союзников. Я не знаю о ком-то. Так, отлично, отлично. Все, давай, валим пока на всех парусах. Галера тоже утонула, вторая? Нет, сдается. Вот эту, возможно, я продам. Получится. Иди тогда заплывай в тыл шлюпу. У него на зажопе нету пушек. Ты тоже в ту сторону примерно иди. Ты разворачивайся, чтобы с этого залпа дать. А ты с этого борта залп дать. Блядь, сейчас кажется. Галера по мне даст. Четыре пушки. Очень неплохо. Заплывай в жопу им. А ты сопровождай его. Как там Александр Невский? Александр Невский уже очень хорошо оторвался за счет того, что у него с парусами все в порядке, а у этого шлюпа уже нет. Отличненько. То, что надо. Давай, давай. Разворачивайся, йопперный театр. Стоп. Подождем немного. Блин, что я далеко уплыл. Тут уже пошла жара, да? Ладно. Ты выстрелил или нет? Нет еще, видимо. Отлично. Я как раз вовремя переключился. Слабенько. Мне не понравилось. Лучше старайся. Так. Тут уже, по всей видимости, будет сейчас шрапнель. А че это ты? Блядь, это опасно. Этот может пальнуть по мне. А, понял. Тут уже край. Сейчас опять в край упрется, по всей видимости. Давай, давай. Сейчас уже шрапнелю саданем по нему. Так, надо отплыть немножко, а то он сейчас по-своему хер нанет. Давай, мы еще замедли немного. Отлично. Ты че, блядь? Я сейчас шрапнель сказал, нет? Я че-то перепутал, походу. Ладно. Давай, так заходи и шрапнелю долбанешь. Поворачивай. Уже никуда не денется. И стой вот так. Стой. Вообще, знаешь че, не стреляй пока. Ты че-то у меня боюсь за своих. Смотри, отстреливаются там че-то. О-о-о-о! Вот так. Как тут дела? Так, есть. Утонула? Ну, блин. Дай попробуем Сбить паруса Вот эти качалки Чё с этого будет Ей насрать Валим отсюда Сейчас уже приплывёт, блин, вот эта вонючка Так, сбил, по-моему, да? Или она сама его убрала? Нет, сбил Сбил, но ей насрать, абсолютно Сейчас уже стрелять бесполезно К ниппелями, потому что паруса тупо нет Но она на это как-то Не очень реагирует Ты ёптать Какой-то, блин, упоротый вообще кораблик Дай ему Корабль, сука, призрак Так, как-то опасно тут я плаваю В этих водах Бунтуют Угу Ну сейчас я его догоню И я думаю, что Залп ошрапнули ему хватит Чтобы сдаться Этот стреляет К ниппелями По говнокораблю уже, да? Это что такое? Ай, сука Больно, бля Он развернулся, да? Внезапно Снёс одну пушку только Ну это фигня Я спокойно на манёвренности Сейчас уйду Рядышком с ним Снесу ему там его Картечи Снесу его команду И всё Бунтует Уступает Колеблется Сука Как же ты не вовремя Заколебался Бунтует Незначительно побеждает Ну А вот так Как тебе? Я здесь сейчас встану на якорь И ты не проплывешь И ты давай по нему еще тоже Садани Сдаются Ну наконец-то Сдаются Все остался только вот этот кораблик Один-единственный Сейчас мы его догоним Я думаю с этой стороны Никуда он не денется Дай-ка я по нему еще садану К ниппелям Кондраневский уже так далеко Дай-ка ядром по нему Что-то он вообще офигел По-моему Сучара Беспокойный повреждением обшивки Да уж Тут можно уже не переживать особо Он уже ничего не сделает Сейчас он Получит шрапнель Прямо в лоббешник Потом и в корму А? Сучара Ну ты посмотри Какая мразь Шлюп гребаный Чего? Одну? Один человек умер Издевательство конечно В упор блин С крупной кордещей И один человек умер Капец Так Тут гораздо больше Отлично Идите все сюда Тут есть чем поживиться Сука Я уже просто не смотрю на Там Потери Потому что он не сможет Физически потопить Все мои корабли А Так Чтобы прям Беспокоиться одним кораблем Я уже не сильно беспокоюсь Плавает еще А ты посмотри Да снеси ему Блин В парусах Ни как что ли? Блин Столько стволов По нему долбит Ему хоть бы хны Он меня выбесил Сука Опустил как раз паруса В тот момент Когда Пошел залп По нему Хитрый Беспокойный Повреждение мачты Да ты че? Запарил Блин Ты сдохнешь или нет? Сколько может Тебе стрелять-то можно? Вот вам максималочка Блин Нет продолжить Сука Никуда ты От меня теперь не убежишь Ладенько Ну в смысле Посажу его на Кукан И вернемся На глобал Да Отлично Все корабли захватил Трофей 1742 Ну я не буду Себе никакие корабли брать Мне шлюпы не нужны Галеры тем более Поэтому Я нажму Я нажму подтверждение Но прежде чем я это нажму Я выключу запись Потому что сразу после Турции Пойдет Швеция И у меня тормоза начнутся Поэтому Встретимся уже В начале следующего хода Ну или если на меня швейды нападут То в начале следующей битвы Так Ну вы поняли Да? Они где-то опять Инычар Нады были 120 человек И типа На Стамбул Отобьюсь За кадром Ну практически Без проблем Так Чего дальше? Нанят агент Диверсант Крым Отлично Отлично Агент мне пригодится Мне нужно Убить гребаного имама Пожалуйста И давай Я сейчас попробую Вот этим агентом Еще разок Его Агент казнен Ну понятно Короче говоря Мне не везет Категорически Забастовка рабочих Все тут устранено Отлично Я конечно могу Поставить налоги Но пока нет Это винета А еще у меня тут Виноградники Блин За два хода бы Купилось Да? Сейчас подумаем Может быть Адитант Эдуард Камар Боевой дух Время битвы Плюс 3 Ну то есть Вот этот вот Кена У меня прокачанный Аж вообще Мастер Муштры Отважный командир Надежный генерал Умелый в обороне У него есть Адитант У него есть Клинок Патриота Ну вообще огонь Что у меня с порядком Может быть Как-то уже пора Останавливать Доходы тут 68 Ни о чем Поэтому я освобожу В область Пожалуй Что это такое А не важно Может быть Хоть как-то Начнет налаживаться Вроде налаживается Так потихоньку Но Очень потихоньку Так скажем Казармы Кстати Никто не рушит Что у меня Даст Вот например Обсерватория Султана Сколько она вообще Стоит 2000 Нет Нет Ребята Я такого Очинить не буду Обучение Финляндии Завершено Замечательно Это означает Что я могу Начинать высадку Раз И вот сюда Вот так Этого у меня 3, 4, 5 пушек Неплохое количество Пехоты И совсем немножко Кавалерии Я так предполагаю Что на следующий ход На меня Шведы нападут Что здесь по Порядку Ой Да блин А да Я лишнего Забрал Да Я забрал Городских стрельцов Но ничего Сейчас я здесь Найму этих стрельцов Несчастных Для милиции Так сказать Пускай сидят У меня построились Всякие разные фермы Железный рудник Построился Замечательно У меня 4000 Есть И 3200 Вход Могло быть и хуже Но Ладно Когда у меня будет Церковь готова Она у меня уже готова Блин И нету до сих пор Агентов религиозных Плана мать Так а здесь Здесь тоже Скоро будет готова Так это что Ферма Отлично Ферму сразу бахаем Рудник Обязательно Обязательно Рудник Рудник это вообще Офигенная штука Она отдает Плюс 700 Вообще великолепная За 1000 Это за 2 ходового Накупится И сразу начнет Прибыль приносить Тут меховые рынки Это дорого Блин Дорого Дорого Давай-ка Продолжим Нанимать Тогда Вот этих ребят Они мне очень нужны Они офигенские И мои егеря Кстати Вот эти уже Практически Подходят К Финляндии Правда Походу И без них Уже разобрался Но тем не менее Еще у меня В Ливонии В Ливонии Освобождение От налогов Но уже Можно и Начать Собирать налог Так Мне нужно На самом деле В Ливонии Тоже какую-то защиту Хотя бы Две пушки И Хотя бы там Три отряда Каких-нибудь Казачьей пехоты Хотя бы Давай я восстановлю Это дело Городские стрельцы Тоже пригодятся На самом деле Но ладно Это все такое Это все Не на первом плане Грубо говоря Консерватория Тоже надо По идее Здесь кстати Очень плохо Все с Этой Как она называется С религией Да Где тут Вообще Блин Вот видите Религиозные Волнения Какие Сюда как раз Нужно одного Гентика Деревня не развивается Но это плохо На самом деле Потому что Мне здесь Пригодилось Всякое Разное Давай Консерваторию Здесь построим Они не такие Дорогие Эти консерватории У меня 703 монеты Всего осталось Денег Попробуем Восстановить Что-нибудь Из флота О Отлично Все восстановится 270 монет Что-нибудь Из армии Будем восстанавливать Здесь нет Нужды Можно вот эту Пушку восстановить А Дорого Да Не хватает Кавалерия Вообще Прокаченная Огонь Да Так Греция Полностью Восстановилась Да Греция Полностью Восстановилась И здесь Ну Даже С порядком Более-менее Все прекрасно Гребаный имам Только раздражает А так Все более-менее Так 270 монет Как бы Не дофига Мягко говоря И Наверное Я больше Ничего и не сделаю Да Посмотрим Что у меня Еще А Почти Дошел Отлично Один ход Следуется Втульчатый Штык Может быть Стоило Подождать Этого Ну Ладно Я думаю Что я В Швеции И так Разберусь Ничего страшного После Втульчатого Штыка Что-нибудь Выберем Пока не решил Еще что Давай вернемся К дипломатии Волшебной Франция Маратха Равнодушие Я тебя могу понять Антипатия Да Это вот Османская империя Видимо Когда я Отменил С Маратхой Торговлю Им нечего Стало грабить И они Решили Как раз Поплыть Там Пограбить Какой-нибудь Другой торговый Путь Мой Может быть Здесь на севере И Попались На мой флот Вот так вот Польша Литва Симпатия Союзник Да-да-да Кто у меня Еще ко мне Относится Более-менее Даня Равнодушие Давай в натуре Поторгуем Че ты такая Вонючка-то Противная К сожалению Тра-та-та Предложить Торговлю Что ты еще Хочешь от меня Я тебе Бесконечное Право Прохода Предоставил Технологию Какую-нибудь Хочешь Нет Они уже В тульчатый Штык умеют Смотри Ай Давайте денег Дам в натуре У меня 270 монет Есть Может тебе Хватит Там Мудак ты Штопанные Яйца Что тебе Еще Сказать Короче Сейчас Я еще Попробую С Испанией И С Этими С Францией Помучиться Получится Получится Не получится Хер с ними И нажму Конец хода Пока что Вырежу Это дело О-о Смотрите-ка Я ему дал Право прохода Бесконечное У него Ничего не взял Вот И торговое соглашение Есть Отлично Это Сколько Получается Торговля Франция 700 монет Замечательно Просто Замечательно Вот А испанцы Не Ипанцы Ни в какую Ну все Ладно Нажимаю конец Хода И Вырезаю Итак Вот она Первая армия Я не знаю Будут ли еще Атаки Вполне может быть У них силы есть Почему-то Нету Генерала Ну такого Прям Генерала С мордой Как у меня Репнин Никита Иванович Куча пушек Тра-та-та Вообще не понимаю Чего он Как бы Ждет от меня Меня всего На 100 человек Меньше А у него Эти полупушки Даже в бою Не поучаствует Потому что Я свою Естественно Арту И пехоту Отведу назад И просто Напросто Не дам ему Стрелять Раз он атакует То он будет Вынужден Атаковать Погнали Встретимся На поле боя Так Ну я очень Долго Расставлял Войска Здесь Блин Гребаный лес Я не хочу Графику уменьшать Но вот здесь Вот реально Вообще Ничего не видно Вообще Тут даже Флажок Вот этот Прячется Хотя Казалось бы Флажок Как раз И должен Вообще Поверх всего Показывать Тебе Твою мать В итоге На этом фланге У меня арты Меньше Гораздо Вот она Стоит Пока что Ядрами Все смотрят Абсолютно Все А вот Эта Конитель Меня Наверное Даже я Ее вот Так вот Поставлю Потом В случае Чего Я конечно Же Бахну Каре Если Кавалерия Я их не вижу Вон они Отлично Естественно Пушки Никуда Не достреливают Конный полк Будет Мне раздражать Ужасно Я бы конечно Хотел По конному полку Содануть Ортой Но не знаю Что с этого Получится Посмотрим Можно Короче Вот эту штуку На самом деле Знаете Как сделать Вот так Чтобы им Совсем Жизнь медом Не казалось Такие Импровизированные Каре То есть Которые Перекрывают Сектора Целые Обстрела Вот так И в лесу Вот эта Бесячая Хель Где у них Войска В принципе Они Я думаю На этот Фланг Не сильно Побегут Естественно Они идут В атаку И вообще Насколько Я знаю Шведов В этой Игре Они очень Любят Ходить В рукопашную Но Я готов К рукопашной У меня Багинеты Было бы Круче Конечно Чтоб Это были Втульчатый Штык Это было бы Гораздо Лучше Но Или как там Это называется Вторая технология Ну нет Так Секундочку Куда мы Стреляем Мы должны Стрелять Вот сюда По конному Полку Исключительно Потому что Ядра Нормально Попадают Только По лошадям А по тебе Кто долбит Мне показалось Или это вы Друг друга Долбите Просто Гомики Блин Давай ты Стрелять Не будешь Потому что Ты Какой-то Неправильный Никуда не попали Нет Вот Отлично Четыре Коняшки Смайнались Прекрасно Ядра Хотя бы Куда-то По коням В смысле Хоть Как-то Попадают Еще попали Нет Нет Попали Но никого Не убили Это кто Стреляет Это О Нихера себе Далеко Далеко А где еще Коня есть Вон еще Коня есть Восьмой Конный Полк Лучше Туда Стреляй О Это Это То Что Я Хотел Увидеть Отлично 46 И 60 Это Замечательно И Еще Замечательно Выходит Так Они Они Все Обходят И Обходят О Все Побежал Да Это Арта Что Либо Господи Так Хватит Ты Своих Убьешь Хватит Стреляй Прямо Перед Собой И Больше Никуда Здесь Арты Нету Слава Богу А Вот Одна Ей я Сказал Куда Стрелять Да Да Но Пока Не Долбит Он На полку Бежал Но Он Еще Вернется Никуда Не Денется Мне Конечно Больше Всего Надо За Своей Ртой Смотреть Чтобы Она Не Убила Своих Ребят Собственных Давай Даже Здесь Пока Отменю Ты Уже Можешь Целиться По Пехоте На самом деле Есть Контакт Молодцом Стреляй Долбишь Долбишь Рискнем И включим Всем Стрельбу Без Приказа Потому Что Я Боюсь Не Законтролить Просто Это Дело Так Пока Что Они В Рукопаш Не Идут Нет Вот Побежали Отходим Да Отходим Сказал Блять Понятно Рукопаш Рукопаш Порубиться Да Вперед Рубимся Так 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 Тут Пока Застрел Идет Все В порядке Тут Очень Хорошо Стреляют Но Блять Все равно Как-то Они живые До сих пор В атаку Накрыло Сука Убегай Нет Вот сюда Эти еще не убежали Гребанные Рукопашники Блин Хер вам Всем По морде Так 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 Ты давай Пока Стоп Возвращайтесь Где здесь Есть Какие-нибудь Еще Пушки Вы Где А вы Вы стреляете А вы А Их убили Да Блин Жалко Хотя Я вроде Ну ладно Так Тут Рубилова Идет Где Моя Коняшка На этом Фланге Вообще Спокойствие Тишь Догладь Да Очень Очень Мешает Конечно Вот этот Вот Гребанный Лес Пехота Ладно Отступим Обратно Йопа Мать Ты Как так Вообще Немножко Сумбур Но в целом Расстановка Рулит Так Эти уже Ничего Не сделают Понятно Короче И давай Тогда Коняшек Добьем Здесь тоже Они пришли В рукопашную Ну о чем Я говорил То есть Шведы Очень Любят Рукопашку Очень Просто Хлебом Не кормить Дай В рукопашную Сходить Это все Тоже Уже Рукопашная Да У меня Которая Уже Вставила Багинеты Сюда Стреляй Так Вот какая Это Херня Блин Идется Вы что Пешком Идете Йопа Мать Мать Чи Бля Куда Куда Ж Ты Стреляешь Ёп Твою Налево В душу Мотал Нихера Себе Коново Полкар Схерачили Это Кто Такой Крутой Может Они Потому Что Стреляют Поэтому Такая Фигня Так Подбешивает Малость Нихера Не вижу Вот из-за Этого Леса Гребаного Может его Отключить Нафиг Потому что Он реально Подбешивает Сюда Стреляй В центр Вот Вот так Да Да И что Они до сих пор Стоят 28 И 120 До сих пор Стоят Тут Убежали Вот Сюда Я даже Показываю Конкретно Куда Стрелять Вот Сюда 45 И 120 До сих Пор Стоят Ты Посмотри На них Так Тут Побежали Хорош Здесь Побежали Замечательно Это Все Рукопашная Уже Штука Преследуйте Ребята Преследуйте Потому что Вы уже Стрелять Не можете У вас Просто Выхода Нет Так Тут Стрельбой Все В порядке Отлично Это Кто Линейная Пехота Ну-ка Ядром Подсоби Потерь Много Очень Много Но Блин Я Зеленку Это Буду Отключать Бесит Черта Не вижу Просто Напросто Все Все Хватит Баловаться Три пушки У меня Осталось Как минимум Может быть Еще Выживет Та Рта Которая Убежала Так А почему У нее победу Не дают А Все Дали Ладно Догоню Кого смогу Генералом Да И Вернемся На глобал Так Победа Потеряна Блядь Я половину армии Потерял Ну Жуть Конечно Так Ну Полностью Я не потерял Арту Это Очень Хорошо Конечно С пехотой Полный Швах Если Сейчас Атаки Не будет То В принципе Будет Все Нормально Не знаю Будет Не будет Нет Маратха Все Отлично Сейчас Я буду Атаковать Уже Стокгольм В принципе Плохо Конечно Но у меня Вся Арта Живая Поэтому Я думаю Что Все Будет Нормально Так Ну Ёптать О У них Пушка Есть Марик Херось Ладно Это За кадром Так Ну Все Нормально Без Потерь Блин Кто-то Еще Убежал Ну Как Так То Ну Вроде Всех Убил Втульчатый Штык Отлично Что Я буду Дальше Изобретать Военно Подготовка Три Хода Всего Кстати Говоря Интересно Гранаты Это Все Классно Но Не знаю Не знаю Вот Эти Все Технологии Все До Единые Снижают Довольство Поэтому С ними Надо Аккуратнее Карабин Это все Здорово Следующая Технология Которая Мне Очень Нужна Это Вот Эта Стрельба Подготовки Никак Военно Подготовка Снижает Расходы На Все Сухопутные Войска На 3% По-моему Выбор Очевиден Военная Подготовка Естественно Далее Егеря И Финляндия Еще Там Что-то Отлично Приобретительные Особенности Репнина Хирург Вероятность Восполнения Боих Потерплю 10 Кстати Очень Очень Даже Во время Штурма Комар Очень Даже Вовремя Но Я не знаю Это Подействует Эти 10% На Прошлое Так Сказать Да Мощненько Ого Это Вот Такой Вот Гарнизон Там Куча Пушек Это То есть Вообще Никак Не Ну Блин Здесь Кто-то Должен Быть Рядом Ел Пало Вообще Никого А куда Они Сиделись Они Что Побежали Ко Мне Не Ладно Может Такое Случится Что После Захвата Стокгольма Швеции Не Станет То Есть Вот Норвегия Превратится В Норвегию Хотя Нет У них Дания Еще Есть Не Знаю Но В любом Случае Мне Откроется Там Бездны Так Сказать Так Это Я Возьму В Осаду И Продолжу Уже Следующей Серии Всем Спасибо Кто Смотрел Это Был Даже Сгнию Заживо В своем Субинарнике Всем Спасибо Кто Смотрел Это Был Кот Это Empire Total War За Российскую Империю Без Заключения Мирных Переговоров На Самой Максимальной Максимальной Сложности Всем Пока Лайк Подписка Все дела